К другим темам, насколько сегодня безопасно на пешеходных переходах. Всегда ли переходы установлены и оборудованы по всем правилам дорожного движения. Эти вопросы актуальны всегда, но сегодня внимание к этой проблеме должно быть усилено. ДТП с участием пешеходов меньше не становится. Сюжет Розалии Борисовой. По правилам дорожного движения пешеходные переходы должны быть оборудованы на проезжей части каждые 200-300 метров. В зависимости от интенсивности движения. При необходимости это расстояние может быть как увеличено, так и сокращено. У нас по городу, считая перекрестков, около 500 пешеходных переходов. Конечно, они оборудованы согласно требованию нормативного документа. Установлены все дорожные знаки. Сейчас ведется у нас замена старых дорожных знаков. Дорожные знаки будут заменены на те знаки, которые будут уже с соблюдением новых требований, с светоотражающими элементами. Заберялся билетный сигнал светофора. Можно переходить. Из этих 500 пешеходных переходов больше 120 сегодня с нарушениями. В основном нарушения в обустройстве тротуаров, пешеходных ограждений. Бывают такие еще моменты, как отсутствие освещения в необходимых местах, а также искусственные дорожные неровности. И нарушения встречаются даже в центре города. И один из таких участков по улице Аджиникидзе. Здесь во дворах находится общеобразовательное учреждение. Десятки школьников ежедневно пользуются этим пешеходным переходом, который оборудован не по всем правилам дорожного движения. Здесь отсутствует искусственная неровность, которая позволяла бы регулировать скоростной режим проезжающих мимо автомобилей. В этом же месте нарушено так называемое правило треугольника видимости. Пешеходов не видно за припаркованными машинами. Я живу здесь. Я когда перехожу дорогу, часто машины вообще не останавливаются и не смотрят. И тем более тут скользко очень. Он не оборудован тут кнопками, а так в принципе, почему нет, знаки стоят, все нормально. И стоянка машин тоже нужна место. Тем более здесь рядом школа номер 5. Не положено на месте пешеходный переход. Нередко на регулируемых пешеходных переходах не работают светофоры. Таких немало по улице Автодорожная. Все светофоры в наличии, но из-за ремонта дорог они не подключены. Еще одно частое нарушение – это отсутствие освещения и тротуаров. Как, например, на объездном шоссе пешеходам приходится ходить прямо по обочине. И в темное время суток автомобилисты могут просто не заметить, что человек переходит дорогу. Розалия Борисова, Владимир Павлов, Петр Матвеев, НБК Саха, Якутск.